Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. Мы поговорим сейчас о третьей главе книги пророка Захарии. В третьей главе еще одно видение у пророка Захарии. Мы читаем, но здесь не очень-то удастся отделить видение от некоего реального события. Потому что, с одной стороны, это видение, а с другой стороны, разговор о конкретном человеке, первосвященнике Ехошуа, который возглавляет религию, возглавляет священство в народе Божьем в тот момент, когда Захарий это видит. По традиции в нашем синодальном переводе здесь речь идет об Иисусе Великом Иерея, Но это другое, ну или очень близкое, родственное, но вообще говоря, в оригинале все-таки другое, чем имя Господа Иисуса Христа. Это надо помнить. Ну, может быть, у авторов синодального перевода была какая-то руководящая мысль обозначить некоторое созвучие. Хотя оно смысловое, а не вот такое вот по форме слова, поэтому будем читать это имя так, как оно в нашем традиционном переводе записано. Ну, помните, что это не тезка Господа Иисуса. Это некий человек, первосвященник, которого видит пророк Захария, потому что ангел ему его показывает. Может быть, это своего рода инсайт, увидев первосвященника, да, Захария, вдруг по благодати Божьей с помощью ангела как-то увидел происходящее с другой стороны, в другом измерении, если хотите. Вот ангел показывает ему Иисуса великого Иерея, стоящего перед ангелом Господним, и сатану, стоящего по правую руку его, чтобы противодействовать ему. Вот некий человек, глава иудейского священства, стоит перед ангелом, и справа от него сатана, чтобы ему противодействовать. На самом деле сам образ отчасти будет потом, ну, не то чтобы прямо задействован, вспомнен автором книги Иова в начале сюжета. Там похожая немного картина, хотя и не та же. Весьма вероятно, что речь идет о некотором бродячем сюжете, вот, может быть, даже с Захари начинающимся. Вот некоторый образ. Человек перед Богом, сатана, чтобы противодействовать ему. И сказал Господь сатане, Господь да запретит тебе, да запретит тебе Господь, избравший Иерусалим. И он говорит о том, что Иерусалим – это как бы головня, выдернутая из костра, не успевшая сгореть, обгоревшая, тлеющая. Да, вот то, что Господь спасает из огня. Тоже образ, упоминавшийся также и у Исаия Вавилонского. А первосвященник Иисус, как видит Захария, был одет в запятнанные одежды. Здесь надо сказать, что говорит Господь, где ангел, где Господь. Не так просто различить и, в конце концов, может быть и не это самое важное. А самое важное вот, что первосвященник в запятнанных одеждах, ну, наверное, он все-таки в реальном каком-то богослужении, на месте разрушенного храма, молитве, наверное, он постарался одеть все-таки чистое. Но Захария, который стоит где-то рядом, тоже среди этих развалин, видит, как первосвященник приступает к Богу, и он запятнен всеми грехами Израиля, несет на себе все грехи Израиля. Невозможно объяснить. Ну, потому что в реальности, конечно, каждый из нас отвечает перед Богом за себя. Ну, и, может быть, за тех людей, за кого им дано нести ответственность, там, за близких или детей. Все это мы у Изикири слышали. Но в то же время Захария, как и Исаий Вавилонский, видит, что каким-то образом один человек может нести на себе грехи других, как козел отпущения. Собственно, эта практика возложения первосвященникам грехов народа на козла, она, в общем, чуть позже складывается в эпоху второго храма. Кто-то может быть вот таким носителем, носителем грехов. Вины за грехи, ответственность за грехи, наказание за грехи. Вот первосвященник в запятнанной одежде, и ангел говорит стоявшим перед ним, то есть там еще какие-то ангелы, снимите с него запятнанные одежды, снимите. А ему самому, первосвященнику Йохошуа, он говорит, я снял с тебя вину твою и облекаю тебя в одежды торжественные. И возложили там чистый кидар на голову его. Собственно, это перемена участи тех людей, от лица которых первосвященник предстоит перед Богом, от лица всего народа. Прежде участь определялась грехом запятнавшим одежды первосвященника, теперь они с него сняты, и теперь он облечен в одежды чистые. И, соответственно, грехи прощены. Вот такое символическое действие, которое Захария видит в видении. Хотя потом верующие будут и в буквальном смысле этот образ чистых одежд использовать. Я снял с тебя вину твою, облекаю тебя в одежды торжественные. И ангел Господень свидетельствует первосвященнику. Так говорит Господь, если будешь ходить по моим путям и будешь на страже моей, будешь судить дом мой. Это своего рода возобновление завета. Если будешь ходить по путям моим, стоять на страже моей, это, кстати, означает прислушиваться к тому, что я говорю. Все время быть готовым услышать, что я говорю. Ну, потому что можно изучить закон Божий, повернуться к Богу спиной и помчаться все исполнять. Это лучше, чем ничего, но не то, что Бог предусмотрел. Ты будешь стоять на страже моей, и тогда ты будешь судить дом мой, наблюдать за дворами моими. Ты будешь свидетелем милости Божьей над народом Божьим. Судить народ мой, наблюдать за дворами моими. Значит, они будут, эти дворы Божьи. И дальше продолжается речь. Выслушай же Иисус, Ирии Великий, стоящие перед тобой мужи знаменательные. Вот я привожу раба моего отрасы, ибо вот тот камень, который я полагаю перед Иисусом. Там, конечно, в оригинале стих, где отдельные слоги этих двух фраз рифмуются и в начале, и в конце. Вот раб мой и камень, отрасль, и вот это то, что Бог полагает перед первосвященником, та святыня, свидетелем которой должен быть первосвященник. Вот это раб Божий, который каким-то образом от Бога исходит, от Бога исходит, не от людей, отрасль. Вообще говоря, конечно, велик соблазн отнести слово отрасль к дому Давида и целую тут теологию мессианскую выстроить. Иудеи, кстати сказать, не приминули это сделать в последующие века после пророка Захарии. В частности, среди них ко времени Рождества Господа Иисуса Христа было распространено убеждение, что будет два мессии. Один из рода Давидова, царь, а другой первосвященник из колена Ааронова. Ну, такая вот у них была теория. Хотя она в каком-то смысле тоже оказалась пророческой. Так вот, Господь говорит об этом как об обещании. Я полагаю некий камень, отрасль, который будет мой раб. И камень, на котором семь очей, и я вырежу на нем начертания, и изглажу грех земли сей в один день. В один день изглажу грех земли сей. Господь говорит таким образом о том, что то очищение народа Божьего, восстановление завета, в сущности, которое Захария видел в видении с первосвященником Иисусом. Вот это будет некоторое реальное событие с рабом Божьим, который будет камнем креугольным, на котором будут вырезаны семь очей, как знак того, что Бог все видит, все в этом мире находится в поле его внимания. И вот тогда Бог изгладит грех земли сей в один день. Таким образом, и сам первосвященник, и все это становится некоторым знаком, указывающим на будущее. И в том числе и из этих строк берет начало выражение «тот день». Тот, когда Бог изглазит грех земли сей в один день, момент, такое событие, которое будет очистительным. И в тот день, говорит Господь, вы будете праздновать. «Приглашают друг друга под виноград и под смоковницу, на которых будут такие урожаи, что в одиночку их и не соберешь». «Приглашают друг друга под виноград и подablиваются. Продолжение следует...